Итак, это анализ рынка. Сегодня 31 октября 2023 года. Время 7 часов 55 минут по московскому времени. Рыночный фон сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США ЕС в минусе, не в минусе. По инвесу ММВБ аккуратно от уровня 3240 пунктов ЯМА-9 подниму новую графику мы будем аккуратно снижаться на уровень открытого свечного шипа в диапазон 3188 пунктов. А вчера волатильности и ликвидности на рынке не было. Я еще раз говорю, что текущий дивиденд доходность российского рынка акций в районе 10-11% годовых при ключевой ставке в 15% годовых. Поэтому пробивать диапазон 3280-3300 пунктов, то есть верхнюю грань большого боковика по ММВБ, вряд ли получится. Да, конечно, мы его пробьем впоследствии, скорее всего, в будущем году по мере снижения ключевой ставки, но это будет не сейчас. Соответственно, вчера я попытался поторговать на рынке внутри дня, честно скажу, вообще ничего не получилось, потому что ликвидность была минимизирована, соответственно, волатильности вообще не было от слова совсем. Посмотрим, что будет сегодня, потому что по мере снижения всего рынка, акций, ММВБ, куринт 3188 пунктов, у нас это снижение будет сопровождаться волатильностью, как оно чаще всего и бывает. В общем, поглядим, что будет сегодня. Господа, хочу начать с макроэкономики. Начну я, пожалуй, с своих мыслей по отношению к рынку нефти. Вы меня спрашивали, мол, Михаил, что живешь от рынка нефти? Господа, честно скажу, я ничего сейчас от рынка нефти не ожидаю. Почему? Потому что вчера арабы в виде Саудовской Аравии сообщили, что со дня на день они будут публиковать и озвучивать отпускные цены для мира за ноябрь месяц. И если в Сауде Арамку, нефтегазовая саудовская компания, оставит цены AirApplight в Азии на декабрь без изменений, ну, в районе 90 долларов за баррель, то рынок это воспримет как сигнал на ослабление спроса со стороны Китая. И спекулянты будут демпинговать нефть в район 84-85 долларов за баррель. И опять же при условии, если риски на ближнем восточном направлении продолжат сокращаться. Это первое. Второе. Риски на ближнем востоке ни черта не сокращаются. Уже всплывает второй очаг между Саудовской Аравией и Йеменом. Вот, соответственно, между Израилем и Палестиной, и в том числе всем арабским миром, вот в этом большом ближайшем конфликте тоже никакой деэскалации не наблюдается. Соответственно, цены на сырьевый товар как поддерживаются, я считаю, так и будут поддерживаться на текущих высоких ценовых диапазонах. В общем, жду отчетности со стороны Саудовской Аравии по отношению к рынку нефти. И только после получения отчетности, которую я также опубликую на нашем телеграм-канале «Биржевик сырьевого рынка» 28 642 подписчика. А ссылку на канал можете увидеть в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала. Пункт Б. Телеграм-канал про сырьевый рынок. Рекомендую настоятельно подписаться. Уже после получения подобной отчетности, я буду принимать торговые решения по отношению к рынку нефти. Пока же мы с вами прежние. Район 84-85 долларов за баррель. Вот туда можем вполне реально спуститься. Да и почти спустились, по большому счету. Там какое-то время проторгуемся до отчетности. И дальше будем по ситуации смотреть. Далее, что необходимо учитывать. В последние сутки мировые СМИ, такие как Reuters, Bloomberg и прочие издания, сообщают, что перемирие между Йеменом и Саудовской Араей может сорваться один на день. Ну, были якобы ряд мелких стычек между этими двумя государствами. Это я еще мягко описал, чтобы без острых каких-либо изложений. Господа, смотрите. Если вдруг и на этом направлении вспыхнет конфликт, то, по большому счету, конфликт будет охватывать уже весь Ближний Восток. То есть, не региональные составные части, а полностью. Потому что ситуация между Израилем и Ираном тоже очень накаляется. Это первое. Второе. Саудовская Аравия и Йемен уже начинают между собой бодаться. И третье. Если все-таки ситуация будет из-под контроля, то, соответственно, уже у нас будут перекрываться Армузские проливы, всякие прочие проливы, где поставляется нефть. И, как следствие, Северенка будет сильнее и сильнее пампить, пампить, еще раз пампить к вышедающему. Там золото будет в такой ситуации вполне реально расти, нефть и прочее в том духе. Но, опять же, это при условии эскалации конфликта. Пока же процесс эскалации мы вот на наших с вами глазах наблюдаем. Вы меня сейчас просите, мол, а с какого черта Саудовская Аравия теперь припекает конфликт с Йеменом? На самом деле, все просто. И, как вы знаете, Саудовская Аравия ступила на путь китаизации экономики. Вот. В момент эпохи СССР, как вы помните, Саудовская Аравия была основным блокпостом, да и, пожалуй, форпостом США на Ближнем Востоке. Вот. Сейчас Саудовская Аравия занимает роль форпоста на Ближнем Востоке под протекторатом, то есть под защитой Китая. На самом деле, мир уже дробится на блоки, на геополитические какие-то союзы, там, экономические союзы и прочее в том духе. И, соответственно, деглобализация сильнее, сильнее, сильнее набирает обороты. Вот. Я все клоню к тому, что по мере дальнейшей деглобализации, уж извините меня, но конфликты будут только сильнее нарастать. Это неизбежно. Как я вам говорил ранее, конфликты будут бить по макроэкономике, макроэкономика будет бить по торговым логистическим путям, то есть по морскому судоходству, что неизбежно нас приведет к большой пучине инфляционного шторма, то есть галлопирующей инфляции, а потом уже гиперинфляции. То есть, на сей счет, у меня мысли остаются прежними, и, соответственно, мы живем в эпоху большой политической трансформации. Как говорится, завершается один кредитный цикл, и начинается новый кредитный цикл. То есть, входим из эпохи банковского капитализма, входим в эпоху цифрового капитализма. В общем, все пока по-старому. Поэтому следим внимательно за ситуацией на ближнем востоке, и, как говорится, держим руку на пульсе. В принципе, если вдруг нефть будет расти, галлопирующе-стремительно, при форс-мажорном событии, о котором, к примеру говоря, также описал Всемирный банк, вот эти форс-мажорные сценарии, сценарии крупных потрясений может быть равен арабскому нефтенному имбару в 1973-го года, и может подняться на нефть до 140-157 долларов за баррель. Вероятно ли это в четвертом квартале? Я считаю, что нет в этом году. Маловероятно. Но может ли это быть в качестве форс-мажора? В теории да. Но на практике, еще раз говорю, я считаю, что 140-150 именно в четвертом квартале текущего года, но как-то маловероятно, потому что даже крупные архитекторы этого деглобализационного процесса, крупный капитал, я думаю, прекрасно понимает, что бежать впереди паровоза пока нет никакого резона. Ну, впереди паровоз имеется в виду предстоящей гиперинфляции, потому что, чтобы этот процесс запустить, чтобы потом сжигать всю эту долговую базу, которая копилась 50 лет, эти 4 квадриллиона долларов, необходима какая-то перечень конфликтов. То есть не один конфликт, а перечень, череда конфликтов. Ну, например, это что может быть? Ближний Восток, Китай, Корея. У Ближнего Востока там свои конфликты, у Китая с Тайванем, у Кореи, то есть КНДР с Южной Кореей. Вот, череда конфликтов, которые спровоцируют потом цепочку макроэкономических негативных последствий. Повторюсь, в виде сокращения морского судоходства и сворачивания мировой логистики. Такой сценарий тоже имеет место быть. И при подобном раскладе, конечно же, блин, Всемирный банк окажется прав. Но опять же, при условии череды цепочек вот тех событий, которые я сейчас вам описал. Но не при единообразном событии, которые мы сейчас только с вами наблюдаем. А при цепочке, это подчеркиваю. Посмотрим, как будет по факту. В любом случае, мы с вами все равно окажемся жертвами инфляции. И волей-неволей, господа, нам на рынке придется с вами активно торговать даже в будущем году. Я это подчеркиваю. Не по сено, типа, купи там, продай там. Там, если он купи в начале года, там в конце 24 года продай там. Нет, господа, так не получится. Будущий год будет годом волатильным. И по рынку акций, соответственно, по всемирным рынкам, в том числе, там даже по товарным сырям, потом придется ловить любые движения по рынку при любом раскладе. Хотите вы этого, либо не хотите, вас никто не спрашивает. Хотите вашу покупательную способность бабла сохранить, будьте любезны активно торговать. Ну и последний геополитическую новость я хочу процитировать из уст Ирана. Она вышла буквально на днях, полагаю, насколько я помню, в воскресенье. Ну и вчера она продолжила свое шествие по всемирным СМИ. Новость цитирую. Из уст президента Ирана Ибрагима Раиси. Израиль пересек красную черту, и это можно, со всех, принять меры. Махмуд Аббас призвал к экстремному саммиту Лиги Арабских государств. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не хочет, чтобы конфликт текущий распространялся. Утверждение причастности Ирана к нападению безосновательное. Я все веду к чему? К тому, что никакой деэскалации тут даже не пахнет. Какие бы вам аналитики ни говорили бы, чтобы они вам там на уши не навешивали, деэскалации нет. И, соответственно, еще раз подчеркиваю, если еще со стороны СССР и Йемен конфликт разгорится, не вплоть штурмовать уровень 100. Потому что участники рынка будут делать ставку на что? Открытие Армузского пролива, ряда прочих проливов, где нефть транспортируется. И, блин, начнется новый виток довольно серьезной инфляционной цепочки. Держите руку на пульсе. И, соответственно, отвечая на вопрос, допустим, нефть начала расти к уровню 100 и выше, будут ли расти на там факты российский рынок акций? Да, конечно, будет. В такой ситуации, если нефть пойдет штурмовать уровень 100, ММВБ пойдет штурмовать уровень 3.300 пунктов. И как будет по факту, господа, я не знаю. Честно, врать не буду. Вы мне доверяете. Я перед вами честен. Я не знаю, как оно будет по факту. Но при любом раскладе, я вам скажу больше, что наши с вами цели по российскому рынку акций находятся выше. Они все равно выше остались. То есть, если вы держите, даже, допустим, сейчас среднесрочную позицию по акциям России, вы их можете перенести даже на будущий год. Хрен с ним. Можно перенести, не страшно. Но, повторюсь, если, опять же, форс-мажоры есть, которые мы с вами не можем привить, если вдруг разгорится конфликт на ближнем высоке более жестким пламенем, не впадет на 100 и выше. ММВБ пойдет штурмовать 3.300 и выйдет просто там двумя-тремя свечами на неделю играть, куруем 3.600-3.700. Вероятно ли такое? Да, конечно, вероятно. Поэтому, блин, тут уже любой сценарий нельзя исключать от слова «совсем». Поэтому, у кого среднесрочная поза имеется там по нефтегазовым бумагам, в принципе, можно какое-то время попридержать. Но, опять же, держать руку на пульсе не в стиле там пассивничать. Типа, вот я куплю там, продам потом там. Вам гарантия, никто не дает, что вы пройдете их там. Потому что, может быть, там, условно говоря, через месяц-два-три ситуация на ближнем высоке уляжется. Может быть, такое тоже может быть. Рынок опает ниже у нас с нефтью вместе. Видите, много костных событий влияют на текущую ситуацию. То есть, ситуация в данное время, она выходит в состояние форс-мажорности. Как будет, никто вам не скажет. Поэтому, еще раз, следите внимательно за графиками, следите внимательно за нашим Телеграм-каналом «Биржевик акций», с которым сейчас я отсчитаю эти новости. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт Телеграм-канал, пункт Телеграм-канал про рынок акций. Рекомендую вам подписаться, если вы все еще не подписаны. И будьте готовы к любому исходу по рынку. По-другому, господа и дамы, ну никак. Почему по-другому, ну никак? Потому что наш с вами отечественный рынок, российский рынок, сорвутся в боковике, нижней грани у 3,300, верхняя грани, извиняюсь, нижняя грани 3000, верхняя грани 3,300. То есть, мы не растем, мы не падаем, мы тупо дрейфуем. На недельном графике это уровень боковика, да, то есть, у нас как бы крупный капитал, они раздают позиции вот здесь, и теперь они фиксируются вот здесь. Но говорить ли это о том, что крупный капитал, то есть, крупные участники банкира, они готовы все позиции слить здесь, чтобы там откупить рынок, условно говоря, ниже. Нет, пока об этом речи даже нету. То есть, даже общаясь, я вот общаюсь с инвестбанкирами, я понимаю, что они как бы закладываются на то, что, блин, может быть форс-мажор в рынке. Со стороны, опять же, политики. Почему? Потому что подтверждение моим словам может быть следующий фактор. Видите, по RSI у нас есть дивергенция, но эта дивергенция постепенно ломается. То есть, если мы увидим через неделю-две по МВБ слом это дивергенция и выход RSI опять на уровне 72-73 пункта, у нас биржа будет пробивать верхнюю грань боковика 3.300. Понимаете? Опять же, на чем? Не на фундаментальном факторе, не на факторе макроэкономичном, а на факторе тупо форс-мажора. Понимаете? Поэтому я лично в данной ситуации кто бы как ни ныл, кто бы как мне не говорил, но среднесрочная поза по определенным нефигазовым бумажкам в стиле там Газпрома, я лично продолжаю удерживать. Потому что я прекрасно понимаю, что если вдруг будет форс-мажор и дальнейший пробой уровень 3.300 по МВБ на факторе разгорания конфликта на Ближнем Востоке и факторе рост цен на нефть, то в такой ситуации у нас будет расти что? Все то, что еще не выросло. Понимаете? Не Роснефти, не Лукойла, не другие бумаги, а то, что не выросло. Какие-нибудь Руснефти, да? Какого-нибудь Газпром. Вот это все насчет расти активно. Вот. Поэтому я говорю, что на тебя сейчас по самые помидоры рынок как по заветам толпы. Тут конец, крах, рынок падает, да? Но я еще расскажу. Не так все плохо, не так все критично. Мы по факту еще раз не падаем, мы тупо дрейфуем и не более чем. Вот. Поэтому локально, краткосрочно на горизонт ближайшей торговой сети я ожидаю снижения рынка акций РФ на уровень 3188 пунктов. 3188 пунктов на закрытие данного свечного шипа. А что будет дальше, господа? Дальше будет форс-мажор, на мой личный взгляд. Поэтому данные проблемы я вам рекомендую учитывать. Далее хочу пару мыслей, очень по отношению к своим конечным среднесрочным позам. Небольшое примечание. У меня по российскому рынку акций осталось 12% от капитала припаркованного в акции РФ. Как вы знаете, мы с вами с начала года все покупали по лаям, потом по миру роста рынок распродавали, фиксировали прибыль, торговали новые идеи. В общем, год, я считаю, выдался очень, да, шикарный. Ну, точнее, последние 10, дефис-11 месяцев. Вот. Но все равно, учитывая текущий политический мировой фон, я на сей счет продолжаю удерживать Газпром, Тинькофф, МТС и Гержфикс Прайс, да, то есть те технические бумаги, которые в принципе рынком недооценены. Сейчас толпа Армагеддонит начинает, толпа начинает такую херню плести. Я точно раз под комментариями под последними видеороликами обратил внимание, что консерпиологии по отношению ко мне начали в ИСКАД, мол, типа Михайлович распродал, Михайлович там якобы толпу с баранов держит, Михайлович якобы обо всех разгрузился. Об кого я разгрузился, об кого обо всех, что я якобы продал, я не понимаю. Потому что я сейчас смотрю на свой брокерский счет, да, в синеньком банке, я понимаю, что ой, а у меня Газпром оказывается еще есть, ой, у меня Сегежа есть, ой, у меня Фикс Прайс есть, у меня Тинькофф есть, ой, а МТС-то как по самые помидоры у меня есть. Так что конспирологии по отношению ко мне, господа, не строите. Это подчеркиваю. Вот. Далее. По поводу этих позиций моих. В принципе, готов ли я перенесить на будущий год два черта, в теории могу перенесить. Я буду смотреть по ситуации, потому что я все равно понимаю, что общую картину рынка я спрогнозировать данную ситуацию не могу, потому что, повторюсь, есть перечень форс-мажоров. Что будет на Ближнем Востоке, как будет нефть на это все реагировать, хрен его знает, время покажет. Но при вот при любом раскладе, еще расскажу, у меня поза по Газпрому еще имеется. Вот. У меня цели по Газпрому вообще-то прежние. Первая цель это 183-184, вторая там 200-205. Мне точно не будут описать. Вот, Михайлович, Газпром меня в безубытке, я задолбался ждать, что мне делать. Задолбался ждать, продавай. Твои деньги, твой капитал, вот ты принимай решение. Или там пишешь, мол, типа, Михайлович, у меня МТС вышел в безубыток, я не могу больше ждать, что мне делать. А продавай. Реально продавай, надоело ждать, продавай. У меня тоже по факту МТС в безубытке сейчас торгуется, но я его держу, мне пофигу. Или там Армагеддон Сегежи пошел, мол, типа, во, Михайлович, Сегежи вышла в минус. Но если паникуете, продавайте. В чем проблема-то? Я Сегежу, наоборот, буду подкупать. Почему? Потому что у нее цели выше все равно остаются. При любом, конечно, спекулятивно в рамках нашего ВИП-клуба мы Сегежу раздавали еще вот здесь на высший точку рынка в диапазоне 5.40 там 5.42. Полпозиции фиксировали, но полпозиции в виде полутора процентов от капитала в этой бумажке я тоже оставил. Как говорится, готов я ее спекулятивно еще раз подкупить, тем самым сбив среднюю цену. Почему бы нет? Не вижу проблемы в этом. Ну и по фикс прайс та же самая логика. В принципе, еще раз повторюсь, у кого поджилка трясутся, вы всегда можете из всех бумаг выйти. Ваше право, ваш капитал, ваша ответственность. Я не мама, я не папа, я не брат, не сестра вам. Вот. Я вас за щучку теребонкать не собираюсь и принимать за вас второе решение тоже не буду. Смотрите сами. Если прям очко играет, то продавайте. Не играет очко и у вас соблюден капитальный риск-менеджмент, о чем я, пожалуй, сегодня сделаю обучающий видеоролик опять, в котором про риск-менеджмент на маневровках и про это начали многие забывать. Но если у вас это соблюдено, то париться не стоит. Еще раз скажу, в моей личной ситуации у меня припарковано 12% от капитала в российские акции. Остальные там 80 с плюсом процентов у меня от капитала в кэше. То есть я по факту вот почти в полной наличности. Мне как бы по барабану исчезло. Вот. Но эти конечные средиенствующие пуза я держу. Что будет делать с ними дальше? Время покажет. Входим в фазу эпохи форс-мажоров с вами. Что будет дальше? Увидим. Да, Линдс РТС и Фьючурс на РТС в принципе от уровня ЯМА-9, о чем я ранее говорил, пошли под отскок на уровень ЯМА-400. 1100-1100 пунктов. Смотрите, господа, по валютным рынкам наблюдая покупки от текущих уровней, соответственно, мы сегодня с вами полагают добьем ЯМА-400. Вероятно, что это будет двойная вершина с такой, знаете, грубой, глубокой дивергенцией. Соответственно, у нас будет цель первая, цель на отработку двойной вершины в районе 1040-1050. Вот. И вторая цель будет где-то в районе 1020 пунктов на перегреп в области. В принципе, что я могу сказать? Новую шорт-базу готов накопить ПРТС от уровня ЯМА-400 1105-1110 пунктов. Опять же, что надо понимать? Шорт это как опасно. Я это сразу заговорю. Я шарчу только то, в чем убежден. Вот, например, на предыдущем деле у меня был единственный шорт по компании Мечил, которому в рамках нашей клуба шартили от уровня 285 рублей или 286 рублей за акцию Мечил от бычего до уровня 276 рублей. Мы дошартили, шарты с профитом откупили, все, профит забрали. Я там был убежден, что от шарта нужно работать, потому что есть сигналы на падение. Вот то же самое и здесь. Есть сигналы на падение по РТС. Но, повторюсь, если страшно, не шартите. Никто не заставляет вас. Как говорится, не только одним шартом рынок сыт. То есть, есть и перечень других идей, которые я буду также в дальнейшем публиковать вам публично. И вы при желании можете либо торговать, либо не торговать, либо на заборе сидеть. Хрен вас знает. Кто на что гораст. Но, опять же, повторюсь, что от уровня Ямай-400, 1100, 1010 пунктов я готов принять в торговое решение принимать здесь по РТС. Но, как будет дальше, я хочу перейти на валютный рынок. И, в принципе, по валютному рынку, по доллару мы с вами торгуемся на уровне ЕМА-100. Конечно, локально я ожидаю микропробой этого рынка. К 92 рублям мы, полагаю, выйдем. Но уже от текущего диапазона по часовому, по 4-часовому графику покупки идут у нас. Кто загружается, я без понятия. Полагаю, какие-то небольшие инвестбанки, то есть, средние инвестбанки. На что они пытаются играть здесь? Да, скорее всего, играть на отскок, не знаю, время покажет. Лично я пока на валютном рынке тупо поймал отскок на юаня, вот в этом диапазоне времени, на предыдущей неделе, в конце предыдущей недели. Вот. Пока отскок я тут ловить не собираюсь. Я просто планирую за валютным рынком понаблюдать, послить. Почему? Да, есть конвергенция по дневному графику. Она есть. Да? Но объем продаж пока еще высокий на валютном рынке. И, с другой стороны, сейчас с вами проходит налоговый период, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому пока я не готов предпринимать или бы действовать на валютном рынке от ланга, пока лучше я лично посторонюсь. Но просто понаблюдаю весь тут. Смотря как уход торгов у нас будет. Есть покупатели определенные, но они такие, знаете, среднячки. Это не крупные инвестбанки покупают. Не Сбербанки, не ВТБ, не пенсионный фонд российский, не кто-либо еще. Такие среднячки, мелковички пытаются немножко развернуть валюту рынка. Но получится ли, блин, честно говоря, пока сомнительно. Далее, что касается нефтемарки Brent, здесь у нас картина следующая. К уровню плея сходящей средних 84-85 мы почти подошли. Сходя из того, что я вчера озвучивал про отпускные цены, которые я начну в пост сегодня в утреннем обзоре, сегодня в начале данного видеоролика. Смотрите, еще раз. Плеяда находится вот здесь, 84-85. В принципе, к ним мы локально подойдем, но что будет дальше, сейчас скажу, я без понятия, потому что напрямую зависит от отчетности по отпускным ценам. Надо смотреть по ситуации уже. Какой отчет опубликует Саудовская Аравия, от него я буду лично и отталкиваться. Просто если у нас с вами отпускные цены на нефть со стороны Саудиорамка в адрес Китая был генитурный уровень 88-90, это будет означать то, что спрос со стороны Китая на нефть ослабевает. Усиление спроса это рост отпускных цен, к слову говоря. Но если будет рост отпускных цен генитурный 92, то нефть резко будет разворачивать. Вот. И с другой стороны, эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжает нарастать. И для рынка нефти это автоматический памп впоследствии будет. В общем и целом много производных факторов здесь, поэтому я на рынке нефти пока тупо наблюдатель. Я тут не торгую, не спекулирую, просто наблюдаю. И я говорил много раз, что на недельном обзоре рынка, в воскресенье который публиковал, что последние 4 торговых сети, что цена торгуется на Ямай-9, и принимать убытками так или иначе. Далее природный газ. По нему картина пока прежняя. Идем на закрытие не считающих гэп в район 3.15-3.20. В принципе короткосрочное лонговое решение вижу резон предпринимает от часового графика на уровне где-нибудь ЕМА-10 3.20. Вот примерно где-то здесь. где-то в этом... Ну точнее между ЕМА-100 и между ЕМА-200. Вот ниже остались придем проторгуемся расторгуемся и потом пойдем на отскок повыше. В общем тут пока есть работа только в рамках отскоков не более чем. Потому что макроэкономики спрос на газ снижается на факторе того что уже газовые хабы заполнены в рамках предстоящей зимы. Поэтому какого-то лютого пампа газа я лично не ожидаю. Далее драгоценные промышленные металлы золото серебро платно палладий. Мысли прежние. В принципе у нас золото перегрето серебро локально перегрето платно тоже палладь тоже. По золоту жду аккуратное снижение в районе 19.40 это первое. По серебру жду дрейфа в районе сопротивления свечных шипов 23.50 23.60 по серебру извиняюсь по платне мы дальше до медиан до медианного значения боковика то есть застреление значения палладию пока торгуемся на Яма-9 у нас пока тут основное сопротивление 1125 долларов за унцию. В принципе если торговать то торговать лучше золотом в данный момент времени то есть фьючерсом на золото вот цели пониже находятся 19.40 так что в принципе к этим международным ценам я думаю скоро подойдем но опять же будет ли пробой нижний грани боковика я в этом сомневаюсь потому что многие факторы сейчас опутствуют дальнейшему росту золота потому что допустим допадать золото 19.40 вот сюда 19.40 19.20 проторгуются пойдут потом выше на попытку пробоя этого уровня гранина боковика потому что все равно при любом раскладе по золоту мы будем выходить выше у нас вообще тут сжимается по факту треугольник смотри на месячный график вот что это такое треугольник или не треугольник это треугольник самый настоящий и он сжимается в пользу роста то есть у нас следующая цель будет пробой вот этого вверх крайне треугольника сопротивление 11-го года 20-го там 22-го и 23-го может быть 24-го мы уже капитально сюда выйдем все на 3 тысячи но моя дальняя цель по золоту 3 косаря то в чем что по серебру дальняя цель 60 так что как говорится стратегическая цель находится выше в общем подводя итоги данного видеоролика я озвучу одну простую мысль по отношению к акциям РФ передкосрочно цели у нас ниже это отработка свечного шипа 3188 пунктов это первое второе волатильность полагаю у нас постепенно будет нарастать по рынку акций в принципе внутри дня я готов в рамках нашего вип-клуба каким-либо бумажками подторговать почему бы нет но я имею в виду спекулятивно в глухолом говоря всего минута в точке а купи где-нибудь в обед точке б продай там профит в районе одного либо полутора процентов может быть два процента где-как зафиксируй потому что вчера у нас особо движения нигде не было сигналов тоже не было вот посмотрим что будет сегодня в любом случае по мере отработки шипа я думаю латинс будет только нарастать на российском рынке акций вот по поводу ртс в принципе к 1100 опять выйдем там буду я смотреть по ситуации как вариант локальные ну краткосрочные шорты я готов буду постепененько в этом иноксе открывать потому что в принципе в принципе сильно валюта рынок в текущей фазе укреплений он не упадет то есть даже пусть от уровня доллара по 92 куда-нибудь на 96 мы опять отскочим я считаю это неизбежно а на этом факторе ртс будет снижаться в общем тоже от шорта можно будет как варианты движения поймать валютный рынок если и входить только по доллару 92 по юаню где-нибудь 11 рублей там 80 11 рублей 90 копеек вот в общем и целом смотрю по ситуации не тороплюсь не суючусь конечные позиции по тем банкам что я изучил в этом видеоролике удерживаю в общем и целом господа мы с вами вступаем в фазу форс-мажоров что будет на ближнем востоке хрен его знает как там будет ситуация располагаться тоже хрен его знает но понятно одно чем будет там хуже тем будет выше рынок нефти чем будет выше рынок нефти тем быстрее мы проведем сраное сопротивление по ммвб в районе 3 300 пунктов уже невзирая ни на дивидендную доходность рынка невзирая на ключевую ставку просто рынок будет понимать что черт возьми нефть растет черт возьми срочно пампим вот так будет мысль инвестбанкира все они будут пампить тупо рынок акций все но опять же это при условии форс-мажор как будет по факту скоро мы с вами это увидим на этом все я вам рекомендую подписаться на все наши медиа источники первый пункт биржевик бот биржевик vip.ru наш официальный телеграм-робот и сайт для входа в вип-канал по трейдингу инвестициям я провожу там каждый день прямые эфиры каждый день публикую свои сделки публикую обучающий формат прямых эфиров публикую также лайфхаки по рынку вчера публиковал охренительски важный лайфхак который блин я убежал нам нужно всем понимать его если хотите в рынке нормально торговать вы должны этот обучающий пост просто учитывать как мантру небесную ну и публикую все что можно публиковать то что не попадает в публичный доступ все остается в приватке у нас также имеются телеграм-каналы пункта про рынок акций b про сырьевый рынок v про облигации g про банкский сектор у нас я миссажер контакт-группа янекзен и рутюб-канал поэтому на эти медиа-ресурсы вам рекомендую подписаться информация которая выходит там задержка во времени либо вообще на ютуб офисе не попадает как говорит цензурирование контента уже сопровождается в полной мере вы помните что мы все обречены на прибыль лишь время грамотной стратегии наши главные союзники на этом все всего вам доброго удачных торгов и до свидания ожидать новый обучающий видеоролик он